Вот, ребята, получайте. Возьмите маски, оденьте. Сперва маски, только потом браться за дело. Из этого грузовика челнинские студенты КФУ выгружают муку, сухофрукты и масло. В период самоизоляции более 700 иностранных учащихся остались в общежитии. С деньгами, говорят, туго. В Трукменстане тоже кризис, там тоже карантин у нас, поэтому немножко дорогу закрыли и не сможет нам родители денег отправить. Родители тоже, деньги прислать не можешь сейчас, и получать это мы тоже здесь не можем. Продукты студентам отправил предприниматель и депутат госсовета Олег Коробченко. Днем ранее ребятам выдали и продуктовые наборы от университета. Этого хватит, чтобы в ближайшее время у них была пища не только для ума. Мы провели анкетирование среди студентов и выявили группы лиц студентов, которые наименее защищенные. Это как раз у нас дети-сироты, либо дети из неполных семей. Есть ребята, которые, допустим, из Туркменистана, у которых в семье семь и более детей. А это уже елабуга. Здесь студентов института тоже не оставили без поддержки. Им прислали больше трех тонн картофеля и овощей, мясо, макароны, хлеб и молочную продукцию от предприятий республики. А еще в УЗИ создали собственный продуктовый фонд, к которому подключились деканы и администрация института. В Мамадышевском районе есть такая хорошая традиция. На приусадебных участках школы выращивают картофель. И мы к ним обратились, и они тоже помогают нам решить этот вопрос. И привозят нам сегодня большое количество картофеля, которые мы тоже раздадим с удовольствием. Пакеты самым необходимым получили и казанские студенты. Здесь на раздаче и ректор Ильшат Гафуров. Я рада, что у нас руководство заботится о студентах. И я считаю, что это прекрасная инициатива для того, чтобы помочь студентам дольше сидеть дома и не выйти на улицу. Это хороший шаг от университета, помощь социальная для студентов. Мне, например, как корейцу очень сильно нужен был рис, я его не мог найти в магазинах. Подобные акции будут проводиться до окончания режима самоизоляции. Для студентов иностранцев это как нельзя кстати. Ведь они так далеко от дома. Зарин Ахмед, Вальшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь.